Я извиняюсь, немножко бардачок будет на столе У нас HTC Desire 516 Dual SIM Значит у нас с ним какая беда, у нас на нем слетели и мы Мы попытаемся их восстановить, но видео не об этом Видео о том, как перевести в диагностический режим Один из способов, просто на примере HTC 516 У меня был целый ролик здоровый, как перевести в режим 9008 На примере Xiaomi, там показывал я кабель DeepFlash Он здесь кстати тоже разрабатывает, тоже переводит HTC нашу в режим EDO режим Чтобы можно было либо через MiFlash шить для Xiaomi Либо можно было этот, бэкап снять, залить, Q-филом, чтобы он увиделся и так далее У нас на Qualcomm, кстати Значит у нас еще есть колхозный кабель Я его собирал тоже в подлисте Xiaomi, тоже есть ролик Как собрать самому кабель EDL, чтобы не покупать вот так вот В разрыв зеленый с черным кабелем, кнопочку мы вбубенили Кому интересно, с главной страницы канала Плоу-листы кнопка, там находите Плоу-лист Xiaomi и там целый сборник А еще все самые интересные и важные ролики, вот эти всякие лайфхаки Какие-то хитрости по нашей с вами работе, по прошивкам, разблокировкам и так далее В Плоу-листе полезные Ссылка на Плоу-лист полезная, есть внизу в описании под видео Мы дальше посмотрим, как с замыканием контрольных пятаков, с замыканием тест-поинта перевести наш телефон в режим 9006 Либо тоже 9008, но диагностический Там бывает с драйверами небольшой косяк, тогда надо драйвера переставить на 9006 Значит, что нужно этому аппарате сделать? Для EDL режима, к сожалению, клавиши ему не хочет входить Поэтому пришлось использовать этот кабель DeepFlash Он, если кому нужен, на Алиэкспрессе проще купить, чем вот как я там колхозил, собирал Так называется DeepFlash для перевода в EDL режим Значит, у нас это HTC-шка Мы сейчас с вами попробуем ее перевести Ну, не попробуем, переведем Я вам приближу чуть-чуть Здесь есть контрольные пятаки на плате, если присмотреться Вот здесь два пятака, не путаем Вам нужен пятак, который справа На нем написано DP, по-моему DP Вот, и пятак, который масса У него подписано GND Вот он Значит, мы что делаем? Мы сразу долго держать нельзя, потому что это не шутки Я не знаю, конечно, последствия, но на всякий случай держать нельзя Потому что это все-таки замыкание Замыкаете этот и этот И в этот момент подключаете кабель DP и GND Так, сейчас я прямоостряюсь и продолжим Делаем максимально быстро Максимально быстро не получилось Он слегка провибрировал и компьютером должен увидеться Так, что у нас там? Изображение не должно Но, значит, я что-то не дожал Опять Так, сейчас, подождите, надо полностью, чтобы он вырубился Он чуть-чуть должен завибрировать Прямо чуть-чуть И черный экран должен остаться Значит, я четко сечнул Возможно, долго я все это делал Итак, опять DP Ага, фиг там подлезет еще DP и GND Подключаем Что-то опять компьютер не виделся Еще раз попытку Опять я вижу, что дисплей горит Ну и вы видите белым, значит, что-то не так Так, сейчас я еще на компьютере, знаете что? На компьютере еще я звук прибавлю Чтобы вам было слышно, что он подключился Так, батарейку назад вставили Оп Вот, звук был Все, идем на комп, на компе посмотрим Мы доставляем валяться Запомните основное, главное правило Всех этих манипуляций У каждого телефона распиновка разная Замыкать без каких-то фундаментальных знаний Пониманий схем Замыкать хаотично какие-то рандомные пятаки Это чревато кирпичом Потом не обижайтесь Прежде чем лезть куда-то металлическими частями Вообще в телефоне Нужно видеть схему Значит, открываем порты в диспетчере устройства Ну я вижу у меня 9008 Вот, но ему надо будет поменять драйвер Если просто у вас 9008 ЕДО кабелем Это пустая трата времени У меня я знаю точно, что это диагностический режим 9006 он называется Выполнить поиск, выбрать из указанных Установленных на компьютере устройств Также точно выбираем Здесь у нас есть Qualcomm Где-то я его видел Qualcomm Вот он Qualcomm Incorporated И вот здесь выбираем Ищем тот, который будет диагностик 9006 Но он тут находится в списке Я ваше время тратить не буду Потом еще переставлю Дальше вы идете в QFill Должны знать, естественно, что с чем едят И здесь будет ваш порт Если он 9008 У нас вы видите, что он не отображается Поэтому показываем диагностические порты Он у нас показывает его Затем у нас можно будет в кнопке Tools QCN Backup Restore Вот эти кнопки будут активны Когда просто режим 9008 И не диагностический Вот эти кнопки будут неактивны Все дальше Бэкапите, восстанавливайте И делайте дальше все, что необходимо Для того, ну для чего вообще Вот этой фигней все занимались Разбирали его и так далее Все Если кому-то интересно по режиму 9008 На канале есть плейлист Полезная Там есть этот ролик Там уже под сотню всякой годноты Много, к сожалению, недооцененных роликов Хотя реально даже мне было интересно Даже свой собственный ролик пересматривать Все самое интересное, важное и полезное С моего канала в плейлисте полезное Попасть можно с главной страницы канала Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте Ставьте лайк под видео И подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok